Танкисты, всем привет! Всем хорошее настроение! Ну что ж, народ, я на самом деле вас поздравляю, потому что сегодня видео будет нереально крутое и сравнивать мы будем два крутейших танка, это Ка-91 и КПФПЗ-70 Возможно, этого видео уже давным-давно стоило поставить в очередь, но только вот сегодня я решился все-таки его вам показать и записать Итак, к сожалению, КПФПЗ в ангаре у меня нету, есть только Ка-91, потому что перед вами основа, а на основе, к сожалению, немца нету но я думаю, что вы все прекрасно представляете, как он выглядит Реплей будет, естественно, и на один, и на второй танк, 100% Давайте теперь быстренько сравним их технические характеристики Каждый для себя, может быть, что-то выделит полезное и уже дальше посмотрим, что по боям На самом деле, прежде чем я скажу, кто хуже, кто лучше, я вам честно могу заявить, что если вы видите в продаже эти два танка, то нужно покупать оба Они оба играются отлично, геймплей примерно, ну, один и тот же смысл имеет Ну, тут барабан, там длительная КД, то есть в любом случае вам нужно играть от сейва, от команды, и если вы в топе, вы просто едете, ну, грубо говоря, вперед Вот, короче, в общем, что касается, например, прочности, и у одного, и у второго танка прочность составляет 2050 И, кстати, насчет оборотки, сразу, когда мы к этому моменту подойдем, калиброванный снаряд у меня стоит и на 70-ке, и на К-91 Вот, просто имейте в виду Итак, броня, ребят, броня, естественно, круче у К-91 У КПФПЗ есть некая особенность, ну, возможно, вы, кто-то, самые особенно наблюдательные, обратили внимание, что Это, по-моему, даже на превьюшке заметно, что нижний бронелист, поскольку располагается вообще под сумасшедшим углом Ну, вот, острым, он зачастую подсвечивается красным Да, и это такая некая особенность, потому что зачастую именно благодаря ей вас не будут пробивать В общем, что касается башни у К-91 Лоб это 220 Борт, пацаны, это 140 Корма это 120 То есть сюда даже суперкрутые британские фугасы не заходят, вы понимаете? Вот, это здорово Башня у КПФПЗ-70 хуже, но почему-то, как мне кажется, в лоб, ну, то есть в лобовую ее проекцию сложнее выцелить Потому что у К-91, вот, например, вот эти вот вмятинки, когда заряжаешь, они подсвечиваются серым Даже на некоторых танках 8 уровня У КПФПЗ я такого на самом деле не заметил В общем, у 70-ки лоб башни 210, борт 95, карма 63 Послабее и при том значительно Корпус здесь 120, 100 и 100 То есть танковать корпусом шикарно можно Еще, кстати, не забывайте, что катки танчат очень знатно У 70-ки такого нету Тем более лоб корпуса там прочнее, он 125 мм А на вот борта 94 И 62 карма То есть даже если вы играете на точно таком же КПФПЗ-70 На калиброванных снарядах А калиброванные снаряды пробития фугасами уже имеют 99 То вы шьете преспокойно в борт фугасами Итак, дальше Дальше интереснее Перезарядка барабана у К-91 составляет 16,3 КД между снарядами 3,5 А перезарядка КПФПЗ 15,7 То есть при прочих равных Практически, ну несмотря на то, что это барабан Блин, они КД-6 одинаковые И это, естественно, огромнейший плюс в пользу К-91 Потому что вроде как барабан, а он ДПМ-ней В общем, что по ДПМ-у? 2697 и 2135 у 70-ки Пробитие 260 ББшка, 341 голда 341 голда 257 у КПФПЗ обычная ББшка И также 341 голда И, как я уже говорил, 99 фугасы Урон Вы давно уже это, наверное, запомнили 350 апнута Альфа 150 обновлений назад 350 300 голда И 420 оскорочно-фугасные Там это 560 на ББшке 490 на Кумысах И 640 на фугасиках Сведение Вот ни к одному, ни ко второму танку Вообще вопросов по сведению, по точности нет Я попадал как на одном, так и на втором 300 Сведение 3,7 И разброс 0,326 у К-91 И 4,2 сведения И 0,344 у КПФПЗ 70 Здесь минус 7 Там минус 6 Углов стояние орудия Дальше Тяговооруженность Вот тяговооруженность Например, я вам так скажу Разгоняться КПФПЗ будет быстрее Тяговооруженность составляет 17,4 Здесь 15,6 Башни крутятся одинаково И показатель на самом деле не самый лучший 21,87 градусов в секунду Мало То есть вас по большому счету Можно будет закрутить И вам чисто интуитивно будет казаться Что башка будет вертеться долго Корпус вращается 36 у К-91 И 34 у КПФПЗ Вот этого на самом деле Разницы вы особо не прочувствуете Ну что, предлагаю посмотреть Что эти два красавца могут Мне было играть интересно Как на К-91 Как на КПФПЗ 70 Несмотря на то, что у меня уже Очень много боев на К-91 Мне не надоедает играть этот танк Определенно точно просто танк побед Ну вот, например, вчера был стрим Практически 3,5 часа Средний урон 2700 составил И если я не ошибаюсь 65% побед Идеально И один, и второй танк Великолепно играются против десяток Потому что имеет обалденное пробитие на голде Ну что, я предлагаю начать с КПФПЗ Кавалериста Именно в таком легендарном камуфляже Он у меня на пресс-аккаунте И один, и второй бой у нас против танков Десятого уровня Как вы видите И это накладывает некий отпечаток Нам нужно действовать Аккуратно, размеренно И естественно При ДПМе в 2100 Не нужно лететь вперед Там, куда-то в кого-то упарываться Не дай бог Народ, я У меня нет объяснений Почему я поехал На мельницу Ну, возможно Потому что я обратил внимание Что с левой стороны Вроде как По началу два тяжика Доехали со мной И К-91 И АМИКС-50Б Но потом Когда они доехали до Ну, практически до центра Они решили Ну, вот каким-то образом Абсолютно Разделиться И поехать в разные направления Ну, смысла ехать обратно нету Потому что я увидел Что тяжик уже светится У красных в поле Поэтому думаю Дай-ка я объеду Прат-Ж.65 Топ Топ десятого уровня Уже отлетел Смотрите 50Б там К-91 там Что может быть не так? Естественно Чтобы не возвращаться По центру Чтоб не получать С разных сторон Я еду Продолжаю ехать Прямо Ну, тут Сюрприз Вафля 611 Она мне дает Всего лишь на 596 Кстати говоря Могла еще и не пробить Здесь небольшой таран Но все-таки Мы всяко тяжелее Чем эта колесница И хоть 141 Дозабираем Да Вафля Углы склонения Орудия есть Пробивает верхний Бронилист Без проблем И здесь Помогает нам Спасибо К-91 Дальше Мы понимаем Что 50Б у них стоит На респе У меня Вот посмотрите Ну, это уже кумыс Да Но все равно Можно его не пробить Поэтому нужно Действовать осторожно Бабаха Мы Ну, лично Я не понимаю Где Бабаха Ну, на данный момент Времени Хотя Вроде как Она стоит Ну, кажется Что она стоит В поле Но Открой вам тайну Она не стоит В поле А стоит Прямо здесь И У меня 800 ХП Вы понимаете Что это означает Это означает Что одна ББшка От Бабахи И 8 метров В ангаре Так Дожидаемся Прикол игры На вот этом Вот этой тачке Заключается в том Что вам Вам нужно Ну Вымерять Каждый выстрел И давать Наверняка Ну, тратить 560 В пустоту Не хочется И посмотрите Что творят Осколочно-фугасный снаряд 800 Еще есть Перка Уже 2500 Настреленного Урона Есть 2500 Еще В принципе Можно По кому-то Пострелять Конечно же Неприятно Добирать Вот такого Полу-хпшного Полушотного Бабахина Но вот Спасибо тебе К-91 Или Тим Просто Его спасать Посмотри Посмотри Вот он Весь Даже Под углом Прошибается Круто Все 3300 Пацаны Средуха отбита Что может быть Лучше Но Там Не стоит На самом деле Радоваться Потому что Там у нас Кто Там у нас ДПМ На 62 Там у нас 42 02 Фугас Раздатчик И еще И К-91 Тоже опасный С тем Учетом Что у нас Практически К-91 Практически Шотный Посмотри Ну Шикарная Шикарнейшая Просто Голда То есть Та же Вбшка Вы видели Под каким Углом Находится Верхний Бронелист Но Прошибается Голдой На ура Так Нужно Мы с вами Краем глазу Видели Что К-91 Где-то Из поля Пополз Если Я не путаю Он Нет Он не шотный 1200 ХП То есть Он нам На два Выстрела Но чувак Посмотри Я не еду Упарываться В него Потому что Непонятно Куда перекатили СТ То есть 812 ХП Это означает Что Мы получаем Одну Тычку От К-91 И нас Набирают СТ Тем более Которые Находятся Во взводе Вряд ли Они будут Далеко Друг от друга Уезжать Тут Ждать 1889 100 100 Уже Настрелянного Урона Пацаны Против танков Десятого уровня Это вообще огонь Следующий реплей Пацаны Досмотрите Он будет Еще круче Именно поэтому В ивент Обратом Я сейчас Стараюсь Сделать Видео В формате Реплеев Просто потому что Побольше Поговорить с вами И вы посмотрели Что эти танки Могут Так Смотри Я свечусь Вы все Прекрасно знаете Особенность игры То что Трупы Какое-то время Светят Еще там Но здесь Подсвечил 4202 4600 Пацаны Что может быть Лучше 4600 Есть ощущение Что не хватило Буквально Одного выстрела До мастера Потому что Первый знак Классности Против танков Десятого уровня Я не могу сказать Что этот танк Прям мега Какой-то Там Знаешь Популярный Что на нем Делают по 8000 Так что Мастер взять Нереально Команда Посмотрите АМХ 50Б Если Прога Сдохла Первая То прикиньте Что Все это время Делал 50Б Он даже Снарядика Не дал Ладно Теперь пацаны Готовьтесь Тоже Танки Десятого уровня На этот раз К-91 Он просто будет Творить Такие дела Кто был На триме Помнит Этот бой Прошлый бой Это у нас был Пресс-аккаунт Это моя основа Взвод Да Я играл во взводе Своим соклановством И именно Благодаря этому Человеку Благодаря этому Человеку У меня Вчера Процент побед Процент побед Чуточку подрос Так Он играет на ЛТшке Будет подсвечивать Меня Я естественно Еду с ним Потому что Скорость Маневрность танка По большому счету Позволяет это делать Тем более Что 50Б едет Тоже СТ направление Не было смысла Мне ехать В город Одному Вообще Никакого Берегите ХП Не нужно думать Что вы Просто можете Все К-91 Каким бы он хорошим Не был Не нужно его Переоценивать Это отличная Тачка Девятого уровня Которая позволит Вам настреливать Которая позволит Вам фармить Просто не нужно Переоценивать И кстати говоря Вот Несмотря на то Что углов Склонения орудия Здесь 7 А по моему У КПФ ПЗ Их 6 Если я не ошибаюсь То почему-то Чувствуются они Примерно одинаково Первое пробитие Стандарт Вообще Не понимает Что происходит На картоне Выехал Просто На открытую местность Бортом И отлетел Казалось бы Командный дух Должен быть На высоте Счет вроде как 1-0 в нашу пользу Забирает ВЗ-121 Практически Ну чувак Видимо С возрождения У него Одно ХП остается Что может Пойти не так А я вам скажу Что в этой игре Может все Пойти не так Потому что Команды Ну они могут Просто за секунду Отлететь Посмотри Какая точность Естественно Пацаны Я вам так скажу И один И второй танк Ну стоит Внимание Определенно Вне всяких Сомнений Оба хорошие Я не могу Отдать предпочтение Какому-то Из-за этих танков Но мне кажется Что от альфы Играть легче Но это магио Сугубо Личное мнение От альфы Играть легче А на К-91 Лично мне Тащить было Легче бы Тут легче было бы Тащить Потому что Три снаряда В барабане Ну на самом деле Не самым плохим КД барабана Три шотных танка Остается Все Три минуса С тем учетом Если вы конечно же Где-то там Как-то Посевили хп Яга Который не понимает Как разворачивается Его танк Надо было Накоток ставить Надо было Накоток ставить Возможно Это бы зарешало Хоть в чем-то Прошу обратить внимание Я тут немножечко Вас заболтал Но счет становится Три-два Не в нашу пользу Естественно Да вот тут Мой совзводный Че-то Блин Тут мой совзводный Створит сумасшедшие поступки И просто Уже Без хп Уезжает Куда-то вообще Против двух ПТ-САУ Ну Бывает Всяко Все Забираем вместе С совместными усилиями Ягд Панзер Гесту И на самом деле Я вот хотел ему написать Но у меня было Вот вообще У меня Огромное желание Заточить Я хотел ему написать Чтобы он просто уехал Куда-нибудь в город Вот Через мостик Переезжаешь И хоть как-то Сейвится Но Видимо Поздновато Две с половиной тысячи урона Ну Пока непонятно что Прошу обратить внимание Еще два-три То есть Мы уже проигрываем Дружище мой Тоже отлетает Я остаюсь Один в три Вот что означает Сейвить хп Две тысячи пятьдесят Полностью В моем распоряжении Я ни одной ошибки Пока что не совершил Будут ошибку В силу того Что естественно Когда стоишь Против большинства танков Ну переживаешь Как ни крути Здесь самое главное Понять Как могут поступить Враги Нужно понимать Где кто находился Где кто Последний раз Засвечивался Это важно Прошу обратить внимание Чиф-то Ну возможно Ты когда-нибудь Это видео посмотришь Просто напиши Пожалуйста В комментариях Что у тебя Пошло не так Просто Чиф Шестьдесят процентов Побед Имеет Даже чуть больше При двадцати тысячах Боев Если я не путаю Мы еще это посмотрим Но как-то он Ну прям Может быть Тоже Уже знаешь Уже подзабил Может быть Уже тильт какой-то был Но Посмотри что творится Посмотри что просто творится Сейчас Я не понял Кто это отстрелялся Может быть он Может быть Это откуда-то Шмальнуло Есот Нет Это он был И не попал Вот сейчас он Вертухой какой-то Просто С закрученным снарядом По-моему Аж даже За гору Меня пробивает Не пробивает Есот Я прям как почувствовал Реально Что он Появится сзади Хорошо Еще одну тычку Не нужную Кстати говоря Получаем от Чифтена И второй Сейчас выстрел Который он Нанесет мне Тоже будет Вот долго думаю Долго соображаю Но спасибо Что хотя бы забираю 368 Кстати говоря Вообще Куда он меня пробил Он наверное пробил Меня куда-то В НЛД Я так А нет Он мне прям Прям в лицо Посмотри что творится Он прям в лицо Потому что НЛД По сути не было видно Прям в лицо пробил Ехать У меня углов не хватает Чтобы отыгрывать эту горку Поэтому нужно просто сваливать Нужно Ну как Ну как обычно это бывает Вымерять расстояние Да И держать противника На На удалении На каком-то С тем учетом что Ну Сотка явно Быстро не приедет Не без везения Пацаны Не без везения Закидывается очень круто Да вот как Как ты пробил меня Куда В каток что ли Походу в каток Я в шоке А смотри Что означает Быстрый КД барабан То есть мы Отстреляв Весь магазин Мы спокойненько Забираем Даже 704 У нас остается Два снаряда В барабане И естественно Ну Абсолютно точно Не стоит их перезаряжать Потому что Мы видели Запас прочности У сотки Как вот это возможно Ну Соглашусь Пацаны Чуточку повезло И соответственно Медаль мастера Колобанов 1 в 3 Против 2 в десяток Сейчас посмотрим Ну Чтобы вы Никто не писал Что я играю в нубке Там против 30% Видим Наглядно Что К-91 Танчит 2000 Заблокированные уроны И К-91 Настреливает 366 Косариков Мы вывозим Так Ну Прошу обратить внимание На Чифтана Да Который делает 5 косарей урона Вот про что я говорил Ну не 20 тысяч боев Ошибся Да 7 тысяч боев 63% побед Но это Это Отличный Аккаунт Так Сотка Против которой Я остался Имеет 46% Побед И На 704 Который поехал Как индейец Имеет 52% Побед Ну С тем учетом Что у нас Торт с нулем Ушел Например Который неплохо Я вам так скажу Играет Вот пацаны Если подытожить Я вам могу так сказать Если вы обладаете Достаточной суммой денег Вы скопили золото И один и второй танк Стоит себе приобрести То есть покупка Одного танка Не лишает вас Возможности Приобрести второй То есть это Не один танк Который заменяет другой И тот и другой Вам будут Нужны в ангаре Они чуточку Играются по разному За счет барабана И большой альфы И пробитие фугасами Бешеное У КПФПЗ Конкретно Что лучше Я все таки думаю Что КПФПЗ Играется проще За счет альфы Но потенциал Повыше У К-91 Мне поскольку Я на 70 играл Меньше В данный момент Времени Естественно Я получаю Больше эмоций От того танка Нежели от К-91 Но как сам танк Как сам танк Сильнее К-91 Все народ Я надеюсь Что вы прямо сейчас Прожали лайк И подписались на канал Всем спасибо И пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok